здравствуйте дорогие друзья на библейский портал x the get пришел следующий интересный вопрос венчают ли без штампа в паспорте сразу скажу что нет но бывают ситуации когда священник хорошо знает молодоженов жениха и невесту и они ему объясняют что мы хотим создать семью жить друг с другом на скончание век умереть в один день но есть проблемы с документами поэтому можно было бы сейчас повенчаться через несколько месяцев мы уже оформим брак в загсе или уже стоим в очереди на просто через два месяца это очередь подойдет мы уже как бы готовы создавать семью пальчик почесал затылки ну давай возьму на себя такую ответственность знаю тебя основных родителей на тебя как хорошего православного христианина причащающегося старающего жить богоугодно на доверии будет основан такое венчание это исключение конечно но я еще не знаю ни одной ситуации когда духовник молодоженов или хотя бы одного из них горько об этом сожалел еще раз повторюсь предполагается что он знает тебя давно может быть он еще крестил тебя 25 лет назад с воскресной школе воспитал должно быть крепкая уверенность в том что ты понимаешь что такое брак что ты не будешь разводиться как только у тебя чувства видите ли поддохнут кто-то мне скажет а вот же раньше венчала церковь без всяких там штампов вот зачем это все ну как это без штампов венчала раньше до семнадцатого года у церкви были юридические права и документ свидетельство браки являлась одновременно и церковным документами светским она имела юридические права и все юридические последствия случае развода это свидетельство регламентировала условия развода да ему что делится пополам так далее и тому подобное а сейчас если при таком то количестве разводов при таком отношении к венчанию как просто хорошей русской традиции вот раз мы православному должны венчаться а через три года или три месяца развелись думаете венчаны браки не распадаться распадаются не для всех это является и спрашивание божьей помощи нанесение креста супружеского далеко не для всех не для всех это реальная искренне живая просьба чтобы господь благословил этот непростой путь не для всех это личный разговор с богом на определенную конкретную тему и бывают интересные истории знаю батюшку которым пришла пара респектабельный мужчина женщина девушка точнее молодая девушка беременна батюшка мы хотим повенчаться но у нас там проблемы с регистрацией мы любим друг друга вот я там какому-то там уже восьмом месяце мы хотели бы родить вот ребенка венчаном браке этом в очереди стоим все такое пожалуйста повенчайте нас храм ходим и все знаем всему вертым на зубок так далее ну батюшку взял повенчал без всяких там паспортов без всяких печати в паспорте через три дня звонит ему женщина дамочка в этом отец повсекаки я а почему вы моего мужа с любовницей обвенчали папа ну перетерпел батюшка немножко понятно что это таинство не действительно прям что не обманули и я вас уверяю в принципе все священники знают эту историю худобедные или подобные и как бы в этом нам не клялись что то нет то я не жена да не не замужем мы любим друг друга просто какие-то проблемы да поверьте нам никто вас не поменчает нет доверия тем кого ты не знаешь а если ты там бьешь себя в грудь кулаком говоришь да мы истинно верующие православные христиане выходим в храм ну так иди к священнику в храм который ты ходишь его упрашивай зачем идешь окольными путями так что не серчайте не обижайтесь пока не будут свидетельство о браке ни о каком венчании и речь не идет что мы не уверены в том что вы будете держать свое слово мы не уверены что у вас нет какого-то удивительного бэкограунда пусть все будет юридически правильно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео я bırakу и да и и и и и и